здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин со мной на связи израильский журналист александр ронкин здравствуйте александр добрый день тема сегодня то что полыхнула вновь на постсоветском пространстве я имею ввиду события в киргизии которые вытеснили с первых новостных строк события в нагорном карабахе несмотря на то что по масштабу явно эти события не равноценны все-таки в нагорном карабахе идет практически полноценная война но в киргизии как сходятся многие политические комментаторы произошла самая настоящая революция там были парламентские выборы люди с ними не согласились я передаю так телеграфным способом то что произошло вчера и вышли и вот стало известно практически о свержении существующей власти с чем мы столкнулись действительно с революцией безусловно это уже ставшая привычная для бишкека столицы кыргызстана революция привычные беспорядки и то что уже вошло как бы просто наверное в словаре многих языков мира бишкекская тюльпановая революция она же войлочная она же она же конная как как угодно кочевая то что угодно просто кочевая демократия по-прежнему берет свое что это означает на практике вот ваше выражение кочевая демократия это как и в прошлых революциях говорили о том что это политические кланы криминальные кланы родовые кланы занимаются переделкой властью сейчас мы имеем дело с тем же самым абсолютно верно посмотрите ситуация в бишкеке она весьма просто дело в том что в бишкеке в кыргызстане в целом большого уровня достигла сращения власти верховной власти страны с криминалом существует некая как бы средняя деловая прослойка там среднее звено правоохранительных органов деловых органов и так далее которых это сращение не коснулось которые продолжают выполнять свои обязанности при любой власти но раз за разом после того как ушел вернее убежал оскар акаев раз за разом на самую верхушку власти в кыргызстане пробираются те кто связан непосредственно с какими-то криминальными и семейными кланами дело в том что в кыргызстане к сожалению кыргызстан который является моей малой родиной который я очень как бы родился и жив очень долго одна из самых к сожалению беднейших стран мира и в кыргызстане огромная прослойка молодежи фактически деклассированной молодежи безработной которая населяет сельские районы районы как бы не столицы и и совершенно не чем заняться и время от времени это молодежь 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 просто ждет какой-то будьте чтобы прорваться дорваться до каких-то благ чтобы пойти погромить чтобы элементарно пойти пограбить и чтобы посадить на самую вершину государственной власти своего соплеменника как вы уже упомянули ведь кыргызстан по сути дела к сожалению как бы за все эти годы советской власти по советской власти не перестал быть в самом печальном смысле этого слова племенным государством которые до сих пор делятся на кланы на рода на племена их напомню 6 основных родов и определенным образом землячества вот между этими землячества между этими кланами которые сдобрены и криминальными как бы элементами в огромной мире идет постоянная борьба еще раз повторю что после того как ушел акаев который довольно мирно просидел три срока на президентском кресле был он был весьма интеллигентный человек все остальные после него те кто занимал занимали посту президента это были люди пришедшие власти в результате революции поддержанных как я уже говорил племенными и криминальными группировками но у сегодняшних событий есть еще один существенный момент это то что как отмечается нынешний президент казахстана киргизстана прошу прощения он ориентирован на москву как отмечается и он называет пророссийским политиком и руководителем в отличие от предыдущего президента президента киргизстана которого как раз протестующие выпустили следственного изолятора который декларировал свое отношение что им нужно ориентироваться на запад и на европу и даже был склонен к открытию военных баз там американских и вот насколько существенен этот момент вы не то ищите не там ищите корни вот этих вот революции в киргизстане они очень далеки как от руки москвы так и от руки цру и как для от руки запада дело в том что все президенты киргизстана проявляли в этом смысле поразительную гибкость они ориентировались ровно на того на ту сторону большой политики которая в этот момент просто больше давала денег свое время больше больше денег давала москва и стороны ориентировались на москву потом начали давать больше денег американцы и президенты киргизстана и не один там а по-моему работают быстренько поменяли ориентацию потом стали денег больше давать турки и арабы и президенты стали коситься туда но в общем то в тех событиях которые разворачиваются сегодня в бискете никакой руки москвы нет как бы мы не пытались себя углядеть и нет никакой руки серого есть элементарная трусость тех кто стоит у власти элементарная боязнь столкновений объясняется это тем что они что лидеры киргизстана действительно боятся пролить кровь хотя бы однажды кровь своих соплеменников кровь своих сограждан потому что пролив такую кровь однажды это может может превратить страну просто в кровавую кашу учитывая как бы ее рода племенной состав и направленность это может вылиться в огромную вражду поэтому они предпочитают просто агитироваться те люди которые занимали правительственные кабинеты кабинеты в министерствах кабинеты в госагентствах они их занимали таким же образом когда была предыдущая революция они приходили в сопровождении свиты джигитов этих джигитов были на половину криминал половину их соплеменники фактически силой выбрасывали оттуда предыдущих министров предыдущих руководителей госагентств занимали эти места явочным порядком и говорили самозванцев нам не надо командиром буду я вот сегодня в киргизстане происходит ровно тоже самое часть людей занята делением имущества то есть грабятся золотые прииски прорываются люди на территории магазинов слава богу российские российские гражданские торговцы и ретеллеры они довольно хорошо готовы к таким уже ну к сожалению довольно хорошо готовы к таким испытаниям они моментально затрывают затраивают все окна если нельзя затраивать вывозят товары на заранее заготовленные склады большие организации такие как интернет-провайдеры или телефонные провайдеры у них есть собственная служба безопасности вплоть до того что они выставляют выставляют вооруженную охрану и довольно легко дают отпор желающим поживиться за счет как бы чужого имущества ведь на самом деле этих реальных как бы провокаторов грабителей и вот этих вот о социальных элементах и совсем немного может быть их количество не дотягивает даже до тысячи но именно они были были тем катализатором которые подожгли мирный протест именно они те кто составляет охрану самозахватчиков тех которые пытаются прорваться в магазины как я уже говорил на золотые привычки в министерские посты а там сидят люди которые понимают что сопротивляться себе дороже они говорят там в районных кинешах то есть в райисполкомах да в городских кинешах в горисполкомах они говорят я сыргаю себя полномочия мне жизнь дороже я ухожу я не хочу чтобы меня стукнули по голове или поколения и завтра мы уже увидим целую вертикаль власти на местах которая будет состоять из вот таких же самозахватчиков потом их определенным образом узаконят каким-то образом и еще на год или полгода может быть наступит тишина а может быть на два месяца с прошлой революции как мы знаем прошло всего лишь там сколько пять или 6 месяцев совсем совсем немного александр спасибо за ваш комментарий всего вам доброго всего доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи был израильский журналист александр ромкин до свидания